сегодня у нас на календаре 29 сентября в прошлом году мы делали крошева 13 октября но уже прошли хорошие заморозки и можно делать во всю уже крошева тем более в боровичах по моему уже прошел до евгения праздник фестиваль о как красиво называется фестиваль крошева евгения сразу кушает ее можно обедом не кормить все листочки кочаны промываем в воде закидываем вот в такой деревянный ящик и рубим шинковкой сечкой шинковка шинковка это для капусты гаражу это сечка да получается на фоне на фоне новых грядок очень красиво да вид просто замечательный потихонечку начал уже завозить земелькой но земли надо еще огромное количество кстати мы в крошева ложим не только зеленые листья да но и сами кочаны потому что так хорошего получается намного нежнее смотрите у нас уже не первая партия да и не горькая не горчит зеленые листики белый качан и делаем по цвету примерно вот так посмотрите здесь у нас уже часть баночек сделано кстати мы обязательно в крошева ложим морковь не мы все равно добавляем мы все равно добавляем и когда обжариваем до делаем обжарочку делаем не только для себя ну и для реализации поэтому если моркови нет можно ее и не добавлять но мы любим когда морковочки побольше сейчас у нас сделано для цвета но и для вкуса тоже ну для себя когда мы варим зимой все равно делаем такую обжарку да и уже добавляем крошева можно со свининкой можно с говядиной особенно когда на улице холодно очень очень вкусно на чем-то любишь на костяну лишь ты любишь косточкой вообще да люди варят с косточкой потом это все перебирают да и получается очень очень вкусно да и полезно но мне больше нравится просто чистая свининка ну можно карбонатик можно окорок чтобы не слишком жирное было вот такое привереда что что поделать листики хорошие чистенькие кстати вырезаем кочерыгу обязательно где все объедено тоже все обрезаем и ложим только самое самое красивое вот такая красота у нас евгения тщательно все перемывает а уже сергей сергеевич рубит хорошего вот мы рубим уже четвертую партию прошлого покажение как у нас это красиво получается как и говорили да мы можем не только зеленые листья но и сами белые кочанэ чтобы такое было по цвету салатовая светленькая слишком темная крошева мы не делаем и вот так с помощью и все мелко 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 перерубаем чтобы не было крупных по несколько раз завтра будем сушить лапти лежать вытянутыми руками тем более уже четвертая партия и это еще не конечный результат еще как минимум одну партию крошева надо будет сделать не сегодня может быть через выходные посмотрим что девчонки у вас уже кончинная финишная улыбнись скажут заставляют работать все последний качанчик идет в дело я шинкую и все добавляем добавляем морковку солим чтобы крошева было такое солененькая чтобы она хорошо хранилась после обеда будем набивать уже время два часа мы еще не ели и уже после того как набьем крошева по банкам надо будет продолжать устанавливать грядки то есть выходные опять пролетели без отдыха и незаметно на ура ладно хоть шашлыка сделали наконец-то сергей дорубливает последнюю партию евгения сейчас насыпет туда морковочки она на заранее приготовлено высыпай вот какая красота неописуемая берем еще наш специальный собочек любимую лопатку и перемешиваем вот какая получается красота руками так не промешать руками не промешать пальцы сломать мы тогда купили эти лопатки я и в грядах копаю а сергей бережет только для крошева ничего не больше не делает она у него и пищевых продуктов в этом году смотрели в обе уже такой не было лопатки не очень удобно вот так вот не сделаешь видите как мешает вообще решение моркови такое вот хорошая получается я ринька евгения сразу на салат возьмет час пока не посоли а то на сегодня к шашлыкам нет никакого салатика будет такой нет да овощи да еще не как громад и огурцы не когда сегодня делать вчера наделали шашлыков на два дня чтобы сегодня не отвлекаться вчера у нас был салат с дайконом ребекка с красненьким тарелка овощная вот так и едим раньше в детстве мы это называли хряпа когда я варю суп ботвинник раньше в белоруссию бабушка все время у нас белоруссии варят ботвинник мы все время называли это хряпа а теперь это диетическое питание теперь это модно такое есть а кстати если интересно вот на этот объем у нас ушла целая тачка капусты плюс кастрюля скольки литров на 7 литров где-то примерно моркови и пачка соли почти килограммовая немножко осталось замешали и получилось хорошего такое немного как будто бы пересоленное но потом когда люди готовят обязательно крошева промывают и уже потом по вкусу либо досаливают либо нет все уже по вкусовым качествам кому как нравится в общем осталось разложить по баночкам и убрать в подвал так замешали крошева добавили на глаз морковочки солички ну чтоб соль была такая соленоватая немного чтобы хорошо крошева хранилась и теперь набиваем по баночкам потом получается вот такая красота